Изначально было, что Фенербахча был фаворитом этой игры. И меня просто немножко не удивило, не так скажу. Как бы ребята с осторожкой вышли на эту игру. О чем я говорил, что официальная игра и игры на сборах ни в какое сравнение не идут. Поэтому я еще вчера говорил на пресс-конференции, что у Фенербахча в этом плане есть и психологическое преимущество, ну и по игре. Также много со стороны мы сейчас проанализируем. Показалось, что много единобокс проиграли. Мы как бы знали, что защитники Фенербахча хорошо играют головой. Это большое преимущество у них. Поэтому мы как бы попросили ребят, чтобы они играли больше низом. Ну, конечно, я скажу, НИАСа по игре в контратаках, конечно, не хватает. Я бы не сказал, что это катастрофа, но все равно там было бы больше скорости вперед. Так как НИАС по сравнению с Питером скорость повыше. Только в этом проблема. Да, и моменты мы так создавали особо только после стандартных положений. Мы говорили ребятам, предупреждали, что много фланговых доставок в шрафную. О чем мы предупреждали, то и получили. Две передачи с фланга, два гола. Будем исправлять ошибки, будем работать, время есть. Но то, что Фенербахча в Москве не будет легко, это точно. Редактор субтитров А.Семкин